Добрый день друзья подписчики и гости канала сегодня продолжу рассказывать про свои аквариумы с креветками. Начну с 60 литрового аквариума на грунте Амазонии с креветками золотой тигр. Прошло чуть больше месяца, как я рассказывал про этот аквариум и креветок золотой тигр. С того времени в аквариуме появились некоторые изменения. В настоящий момент в аквариуме сделал большую прополку растений. Растения все так же прекрасно растут на этом замечательном грунте. Криптокорина фламинго дает новые кустики. Буцефаландры постоянно цветут. Как уже говорил ранее, в этом аквариуме я использую удобрения от компании Аквабаланс. Профессиональную линейку, рассчитанную на воду из-под фильтра обратного космоса. Молодые креветки выросли до взрослого состояния и уже способны размножаться. В настоящий момент у меня ходят с икрой четыре молодые самки и я с нетерпением жду от них потомства. В дальнейшем, по мере увеличения популяции креветок, буду их пересаживать в другой аквариум с рыбками. Во втором аквариуме на грунте бенибачи также все нормально. Папортник и мхи с буцефаландрами постепенно разрастаются. Уда в этом аквариуме не использую. Креветки тайвани тоже немного подросли и одна самка ходит с икрой, что меня конечно радует. Выклюнувшиеся мальки рыбок, икру которых я привез вместе с мхом пламя, уже подросли и начинает набирать понемногу расцветку. Но оказалось, что это не барбусы, а скорее всего похоже на малька неоновой радужницы. Но пока не уверен, так как мой друг, у которого брал мох, тоже затрудняется ответить. Еще немного подрастут и можно будет точно определиться с видом рыбок. Кто-то из подписчиков спрашивал, как крепится мой самодельный светильник на этом аквариуме. Светильник сделан из алюминиевого профиля с креплением на стекло аквариума и спокойно снимается. При желании. Ничего оригинального. Вот в принципе и все, что хотел рассказать вам об этих аквариумах. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Задавайте интересующие вас вопросы. До новых встреч!